Библейский портал экзегет.ру представляет 84-й псалом, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Начальнику хора сыновкороха псалом, ну вот уже у нас второй псалом сыновкороха подряд, будут еще несколько, и они отличаются от псалмов Асафа такой лиричностью, да. Псалмы Асафа, они такие боевые, местами политические, обличительные, проповеднические псалмы, а псалмы сыновкороха, они в основном лиричные размышления о, ну вот там о Литве, такие вот интроверты эти сыныкороха, Асаф он экстраверт, очень яркий. Люди же разные бывают. Итак, Господи, Ты был милостив к Своей стране, возвратил народ Иакова из плена, простил вину народа Твоего, отпустил ему все грехи, музыка, гневаться перестал, миновала ярость Твоя. Восстанови нас, Бог спасения нашего, перестань негодовать на нас. Неужели будет вечен гнев Твой, из поколения в поколение будет ярость Твоя? Неужели не оживишь нас снова, чтобы народ Твой ликовал, что Ты с ним? «Яви нам, Господи, милость Твою и даруй спасение Твое». Я слышу, что скажет Господь Бог, Он возвестит мир Своему народу, тем, кто верен Ему, кто живет надеждой. Близко спасение к тем, кто боится Его. Будет слава обитать в стране нашей. Милость и верность встретятся, справедливость и мир расцелуются. Верность произрастет из земли, и праведность склонится с небес. Господь не спошлет блага, а земля наша даст плоды свои. Праведность пред Ним пойдет и проложит путь для Него. Такой, наверное, самый благополучный из всех псалмов. Вот прямо удивительно все хорошо. Народ Израиля вернулся из плена. И Аков он здесь называется, но Аков Израиль это одно и то же. Наверное, это псалом про возвращение из плена Вавилонского. Мы точно сказать не можем, но очень похоже на это. И впереди восстановление. Вот этот удивительный момент, когда, ну, представим себе, закончили с полоса бедствий. Вот, наконец, все хорошо. И ощущение, что все будет невероятно хорошо, что все будет просто сказочно, замечательно. И дальше ждать, кроме счастья, нечего. Но есть и вот такой оттенок здесь, ну, как бы сказать, спокойного вопрошения. Неужели будет вечен гнев твой? Неужели не оживишь нас снова? Но такого очень доверительного. Вот смотрите, у нас в предыдущих псалмах много говорилось о том, как израильтяне отпадают от Бога, и в результате на них валятся всякие бедствия. А вот здесь они не просто с Богом, они в каком-то очень интимном общении. Они в какой-то очень такой вот узкой своей компании с ним беседуют, да? Ну, неужели ты нам не поможешь? Как же это может быть, да? И дальше близко спасение к тем, кто боится его. И целый набор понятий, которые мы привыкли называть абстрактными, вдруг начинают действовать, как какие-то конкретные люди. Будет слава обитать в стране нашей. Милость и верность встретятся. Справедливость и мир расцелуются. Тоже, очевидно, на какой-то встрече, где они очень дороги друг другу. Верность произрастет из земли, и праведность склонится с небес. Слушайте, ну это же абстрактные, существительные, разве нет? Вот выходит, что для псалмопевца нет. Праведность пред ним пойдет и проложит путь для него. То есть, конечно, это люди, это их действия, это их отношения. И тогда, когда праведность идет впереди Бога, то есть, ну вот, люди ведут себя праведно, да, и готовят его предшествие, тогда встречаются милость и верность. Верность – это, скорее, соблюдение какого-то определенного стандарта, а милость – это то, что его превосходит. Справедливость и мир расцелуются. Справедливость, она обычно боевая, да, она исключает мир. А мир очень часто построен на том, что справедливость, ну, не совершается, да, мы отказываемся мстить, мы отказываемся воздавать каждому по заслугам, ну, в результате наступает мир. Верность произрастет, праведность склонится. Вот это все происходит само собой, но это вещи, которые должны занять какое-то место в жизни народа Божьего, должны занять место в жизни каждого человека. Это не всегда просто, да, это часто вот такие очень сложные взаимоотношения, но здесь обещается какая-то такая гармония. Господь не спошлет блага, а земля даст плоды свои, да, вот одновременно и природа, и Господь, и тогда проложит путь для Бога праведность, тогда его пришествие. Вот такая лирическая молитва, которая ожидает всего самого прекрасного, которая надеется на то, что Господь придет к своему народу, придет в свой мир, и дальше все будет очень и очень хорошо. 85-й будет неожиданным контрастом к этому псалму. Продолжение следует... Продолжение следует...